Привет-привет! Ну что, вот у нас настал июль. Пришло время собирать косметичку на этот месяц. Неизменным останется праймер, она же эссенция от Mixed Сиборегулирующая. В июне я ей пользовалась не особо часто, хоть поставила на видное место. Не знаю, что-то пока она мне вообще не заходит, но надо пользоваться, потому что и текстура, и аромат, в принципе, и действия такие приятные. Также выбрала я себе три основы. Основные из них это от Вен Сабо и Виши. И дополнительные, это просто в качестве такого осветления, это от Холики Холики Холипоп, тоже матирующий BB крем. По порядку, Вен Сабо и Виши, почему я их беру на лето, и сейчас они для меня темноватые. В зимнее время, там осеннее, неважно. Сейчас вроде как можно сравнять Вен Сабо с шеей как раз таки. Он очень сильно матовый, и у него текстура плотная, он хорошо, да, перекрывает. Но я его чувствую, и такое ощущение, как будто у меня лицо в жару под парником находится, поэтому я его исключительно только в вечернее время оставляю использовать. И он у меня вообще под большим вопросом, потому что в косметической зачистке, которую я хочу делать в конце лета, может быть, я от него избавлюсь. Пока вот буду его тестировать и пробовать. Виши мне нравится, тональный, с увлажняющим комплексом. Также для меня темноват, кстати, да, я не сказала вам, Вен Сабо это 102 оттенок. И Виши, оттенок 25, он сам по себе такой жиденький, он очень хорошо разносится по лицу. И поэтому я вот для того, чтобы его чуть-чуть осветлить и добавить плотности, все-таки мне чуть-чуть покрытия, самую малость, не хватает. Я вот такой вот добавляю BB крем. Сам по себе мне этот именно Холипоп от Холики Холики не нравится, матирующий BB крем, потому что сильно светлый, не подстраивается под тон кожи. И с ним лицо жирное. И мне вообще не нравится эффект от него. Таким образом я просто их смешиваю, наношу на лицо, и мне подходит оттенок. И мне тогда нравится текстура вот так вот их вдвоем смешивать. В общем, вот этот тип матирующий от Холики Холики я вам не советую. Вот классическую версию да, а Холипоп версию нет. Все равно на жирной коже остается подвижным, он не фиксируется, матовости вообще никакой. Это просто жирный BB крем, скорее всего, для нормальной, но не для жирной кожи. Просто у Холики здесь еще SPF хороший, 32 или 35. У Ивент Собо вообще нет SPF, и у Виши 15. На губы я сейчас наношу такой бальзамчик от Sierra, беспокупала на iHerb. Мне не нравится ни его действия, ни тем более аромат. Кстати, это у меня с кокосом, но кокоса аромата здесь вообще нет. Запах неприятный, очень сильно. Когда наносите, это чувствуется. Но он ничего с губами не делает, я его просто беру для того, чтобы была какая-то база, наверное, для каких-то матовых или полуматовых помад. Два консилера у меня. На область под глазами это, конечно же, Clorans. Мне его давно надо уже допользовать. Там срок годности полтора года. Он у меня, наверное, уже полтора года точно. Его тут совсем вроде как чуть-чуть осталось, но каждый раз, когда я начинаю им пользоваться, такое ощущение, как будто бы его тут еще очень-очень много, и он вот так вот сам выливается. Он обычно у меня вот как раз-таки в таком положении стоит. Это замечательный ухаживающий консилер для области под глазами у тех, у кого сухая кожа. Первый оттенок не подчеркивает текстуру. Да, немножко может западать в складки, но я не фиксирую пудры, как я вам тоже уже говорила. От Clorans очень крутой. На скидках его вообще можно взять за 1200. За его объем в 15 мл и за его долговечность, это очень даже такое хорошее вложение. А второй консилер, я вам, кстати, забыла его в июньской косметичке показать. Это от Catrice Camouflage у меня в 0,10 оттенке. Это вообще у меня постоянный житель в моей косметике, и я просто им замазываю какие-то опрещики, воспаления. В общем, то, что мне не нравится у меня на лице, и он прекрасно с этим справляется. Он хорошо фиксируется, плотный сам по себе, особенно если дать ему время вот застыть. Это мой любимчик, и не первая, я думаю, что не последняя упаковка. Далее две пудры. В этот раз я взяла хорошую матирующую, очень сильно матирующую. Это Mary Kay, у меня Translution Powder, то есть, ну, просто она бесцветная. У меня ее еще очень-очень много. У нее мелкий помол, и с моей жирной кожей справляется вообще идеально. Мягчайшая, легчайшая, мельчайшая. В общем, вообще ее не ощущаю, и она как мука не чувствуется и не выглядит, тем более на лице. Особо никакого цвета не дает, не выбеливает. Так что это вот на случай того, когда пригодится мне такая пудра. А на каждодневку, просто для закрепления макияжа, это у меня вот такая старушка уже тоже подумывает от нее избавиться. Мне нравится, что она шелковистая. Это, кстати, от Wet n Wild, Firelight. Я ее, конечно же, набираю только кисточкой на лицо наношу. Не знаю, у меня такое ощущение, как будто она ничего не делает. Ну, так просто закрепить тональный, чтобы, допустим, хорошо распределился бронзер или румяный, чтобы не залипали. Ну, только лезть его для этого. А так, остальных плюсов или там каких-то явных минусов я в ней не могу найти. Поэтому она под большим вопросом, останется ли она у меня или нет. Вот я думаю, что за июль я как раз пойму это. Здесь у меня все, что касается скульптурирования, оформления лица. То есть, здесь мой любимый бронзер, бронзирующая пудра от Faberlic. Она у меня вошла в топ самых лучших продуктов у Faberlic. Оставлю вам видео, посмотрите. Классная, крутая пудра, подходит всем. Мелкий помолк, красивый сатиновый перелив. Не очень яркий, не рыжий, не коричневый. Вот прям самое то. И для белоснежек, и для смуглянок вообще на все лицо можно наносить. Будет такой эффект заблюривания. Потому что он немножко как зашлифовывает, как будто бы кожу. В общем, мне нравится. Июль пользуюсь им. Что касается скульптуры лица от Sephora, контуринговая палетка. Наверное, это 74B оттенок. Но я точно не уверена. В общем, это у меня самый такой светлый. Типа с холодными оттенками. Там есть еще очень теплыми рыжими. Но это и вообще никак не помогло. Потому что я, в принципе, как видно, пользуюсь только вот этим для скульптуры. И то только в летнее время. Потому что зимнее, осеннее он мне рыжит. Прям явно рыжит. Мне это такой эффект не нравится. Вот этот типа с бронзера. Он вообще такой какой-то оранжево-коричневый, некрасивый. А вот эти две пудры, это розовая и желтая. Вот они на лице прям так и выглядят. Розовая и желтая. Если честно, когда я купила только эту палетку, это было моим таким разочарованием. Потому что из всей палетки я пользуюсь только скульптурирующим. И то только летом, да, три месяца в году. Она у меня уже второй или третий год, точно не помню. Второй, наверное. Пользуюсь без удовольствия ей, если честно. И никому не советую. Также отложила себе двушку отельев. И я не люблю эту двушку, если честно. Именно потому, что у нее и у бронзера, и у хайлайтера есть блестки. И они очень явные, их сильно видно. Хотя оттенок бронзера мне нравится сам по себе, да и хайлайтера тоже. Вот так они выглядят. И вот сейчас на свочах это вообще великолепно просто смотрится. И вот каждый раз я делаю свочи, я оставляю эту двушку. Каждый раз, когда я наношу ее на лицо и проглядываются при распределении кисточкой вот эти явные блестки, большие. При искусственном освещении просто они очень сильно бросаются в глаза. Каждый раз хочу отдать. Мои любимые румяшки отельев, которые в какой-то степени похожи в оттенке у меня от Finkle Pink. Идет такой вот перелив, как раз розово-золотой. Очень красиво смотрится. Они прекрасно освежают, дополняют любой, в принципе, образ. И с холодным, и с теплым макияжем за счет вот такого розового-золотистого тона. Видите, даже тут мало блесток, потому что когда кисточку распределяете, остается просто такой вот сатиновый перелив этот красивый. Ну, конечно, сравниваю часто с Nars Orgasm, но Nars Orgasm я пробовала. Там, конечно, намного ярче и больше блесток золотых. Поэтому, ну, прежде чем брать, нужно тоже хорошо потестить, подойдет вам это или нет. Потому что, как бы, меня эти блестки смутили. И именно поэтому я не купила все-таки себе румяна Orgasm от Nars. И остался вот такой вот жидкий хайлайтер от Luxe Visage. Это уже в таком вот розовом он оттенке. Я вообще редко, когда пользуюсь кремовыми продуктами, мне сложнее с ними работать и дольше. Так как они у меня есть, они мне нравятся по своей текстуре, вот когда я распределяю, на лице они красиво смотрятся. Все-таки хочется ими пользоваться. Очень красивый такой вот розовый перелив дает, но не вырвиглазный, не яркий. Вообще хорошие вот эти вот Liquid Luminizer Glow Touch от Luxe Visage. Мне самое сложное – собирать это тени и помады, блески. Почему-то это две таких категории, которые хочется и то, и то взять. Но здесь я на что ориентировалась, на то, что скоро у меня косметическая зачистка. И я хочу попробовать те продукты, которые у меня под вопросом, либо там чем-то не нравились, еще раз их поюзать. И уже для себя понять, нужны ли они в моей коллекции или нет. Вот это касается также теней, в свое время которые очень нашумели сильно на YouTube. Это Comfort Zone, это Вотенвайлд. Я ее купила и в тот же момент сняла видео о моих разочарованиях, куда попала эта палетка. Она мне изначально не понравилась и этот тетенок у меня разбился. Давайте сейчас я, наверное, вам… Хотя у меня, по-моему, где-то есть или в Instagram, или на канале. В общем, в любом случае мы сейчас быстренько с вами их сделаем. Какой тут примечательный цвет? Ну, конечно, вот этот, да, кдуахром, который как брюшка жучка его называют. Коричневая основа подложка и зеленая перелив. Очень крышатся вот эти вот коричневые прям очень сильно. Ну, в принципе, все темные очень сильно осыпаются и крышатся под глаза. Вот этот я наношу только пальчиком на подвижное веко наносила. Это как-то было один или два раза. И на все подвижное веко иногда наносила, ну, собственно, вот эти три оттенка. Сейчас есть намного лучше, интереснее текстуры таких шиммеров, тени плохого качества. Попробую с ней поделать макияж в июле. Дальше я возьму на июль в пользование мою новинку от Lime Crime. Я недавно заказывала с сайта Cool Beauty, показывала вам вместе с Худой. В принципе, мне нравятся все здесь оттенки. Тот оттенок, из-за которого в основном его все заказывают, он переносится, вот видите, не очень хорошо. То есть, его необходимо наслаивать. Я могу сказать, что самодостаточная палетка, потому что вот этим цветом я оформляю себе складочку. Он вроде как сатиновый, но в складке он смотрится при растушевке практически матовым. Все очень красиво переливаются. Достойный вариант, если хочется поиграться с какой-нибудь интересной палеткой. Так что с удовольствием буду ею пользоваться. И третья палетка Сиять так сиять. Это у меня от Colourpop, элементов Surprise. Очень классного качества все тени, матовые и шиммерные. Она мне очень нравится. Есть, конечно, в матовых какие-то такие вот рыхлые оттенки. Но в целом и в общем палетка очень удачная. Мне нравятся все, все прессованные. Они как масло прям набираются. Шиммерные оттенки. Розовый он очень яркий, интенсивный. У меня есть полный обзор на эту палетку также на канале. Я оставляю вам ссылку и внизу, и прикреплю здесь. Вы сможете там, по-моему, видео около 5 минут, не больше. И подробно сможете каждый оттенок посмотреть. Я о каждом рассказываю. Пигментация заоблачная. Растушевывается все очень легко и просто. И перекочевала из июньской косметички в июльскую. У меня от Color Tattoo кремовые тени. Это у меня Creme de Roast 91 оттенок. Это для меня база по тени. Поэтому она, скорее всего, так и будет кочевать. Пока я лучше и более стойкой базы не нашла. Так, давайте закончим с глазами. У меня здесь туши. Гели для бровей, карандаши, жидкие тени. И перейдем уже с вами к средствам для губ. В общем, я беру две туши. Это у меня новинка Snapscara от Maybelline. И от Vivienne Sabo Boutique. Тоже относительно такой новой их линейки. Мне нравится и та, и та. Обе они делают пушистые, красивые, такие легкие, неслившиеся реснички. Это коричневом оттенке. 02 Black Cherry. И щеточка ворсинистая тоже у Snapscara. И также вот у Vivienne Sabo. Черные, пушистые реснички. Удлинение даст небольшое. Металлические, жидкие тени. Это от Golden Rose. У меня в оттенке 104 Sun Kiss. Мои одни из самых любимых. Они очень стойкие. Вообще ничем особо не смываются. Навеки держатся до победного. Ни с чего не скатывается. Красивый вот такой вот бронзовый оттенок. С удовольствием его ношу. Как солоно. Все подвижное веко. Далее вот такую вот еще подводку. По-моему, я на Алиэкспресс заказывала. Но точно не помню, откуда она у меня. Но помню, что я по магазинам ходила. И нигде не могла найти. Когда только началась мода на двойные стрелочки. А это было, наверное, года два назад. И я решила на Алиэкспресс не ждать, пока к нам завезут. Так и заказать вот такую вот подводку. Она золотая. Я как-то недавно попробовала. Просто на обычных тенях. Я не помню, какие это были цветом. Но это так все красиво сочеталось. Мне они так немножко переливались. Смотря под каким углом. Мне так понравился этот эффект. Что я решила взять на июль себе эту подводку. И буду ей с удовольствием пользоваться. Не хочу черными сейчас накраситься. Я взяла вот такую вот от Фаберлик. Ее нужно так вот встряхивать. Чтобы она равномерно наносилась. Хоть я и люблю лайнеры. Но это тоже как-то вот оказалось для меня удобной подводкой. Красивый цвет дает. А не водостойкая. Ну, может быть, немножко устойчивая просто будет. Ну, в общем, мне нравится. С ней быстро я тоненькие стрелочки делаю. Дальше. Для того, чтобы если какие-то огрехи есть, когда делаю стрелки, я взяла вот такой вот отель в карандаш. Он, в принципе, всегда со мной. Просто решила вам его показать. Он пропитан какой-то жидкостью. Корректирую на раз-два. И когда закончится средство внутри, обязательно закажу себе еще один Найхерп. Это для меня палочка-выручалочка. Все очень хорошо получается и стирается. Не размазывается, а именно стирается. Стеллари тушь для бровей. Я говорила, что я ни карандашами, ни помадками, ничем таким не пользуюсь. Здесь маленькая щеточка. Ну, в принципе, пока пойдет для меня. Средняя фиксация, но хорошее окрашивание. Давайте я вам нанесу, покажу цвет. И это у меня оттенок 0.1. На слизистую мне нравится наносить вот такой вот бронзовый карандашик. В июльской решила взять от Кика. Это их стойкие тени стики в 0.6 оттенке. Также, как и от Golden Rose, вот эти тени, они держатся у меня до победного на слизистой. Пока я, собственно, не смою макияж. Из карандашей, конечно же, я взяла Vivienne Sabo 601 оттенок. Это Virtuos, их относительно новые гелевые карандаши для глаз. Это черный. Ну, вообще, просто супер рисует. И он очень и очень стойкий. Это автоматический карандашик. И также от Essence в том году заказывала. Решила взять такой вот зелененький автоматический карандаш. Мягкий. Давно им не пользовалась, кстати. Как он вообще будет себе вести? Ну, как раз посмотрю. С блесточками, как видите. Но очень такой вот летний цвет. И это все, что я выбрала себе для губ. Маслица от Vivienne Sabo беру. Это у меня в 0.1 оттенке. Просто для того, чтобы напитать, увлажнить губки. Дальше из блесков от Faberlic возьму Loli Lips. Я не знаю, продаются они сейчас или нет. Нет. Неплохой, в принципе, блеск. Ничего плохого о нем не могу сказать. Цена такая приемлемая. Аромат приятная. Душка. Ну, вообще, ничего плохого о нем не могу сказать. И мне нравится, как он выглядит у меня на губах. Также, что касается блесков, но уже, наверное, уходящий какой-то такой персиковый. От Reluie Lami Italia. Единственное, что мне не нравится у этих блесков, так это аромат. Аромат прям блесков из моего детства дешевых. Мне нравится, как они на губах смотрятся. И еще один блеск в таком интересном оттенке. Я думаю, что это, конечно же, не на каждый день у меня будет блеск. Но мало ли, вот мне захочется в таких оттенках сделать макияж или одеться в таких оттенках. Ну, в общем, на всякий случай я взяла от Estrada блеск в 10.3 оттенке. Сам по себе он красивый. И тонким слоем он, кстати, хорошо наносится. На губке, ну, не так интенсивно, как вы видите в самом тюбике. При нанесении, конечно, немножко другой оттенок. Но для меня это и лучше. В нем есть золотые красивые блесточки. В общем, на губах он выглядит замечательно. Что касается жидкой матовой помады, в таком ярком, металлическом, розовом, фуксивом, с таким холодным потоном, с фиолетовыми частичками, с розово-фиолетовыми у меня. NYX Cosmic Metals. Это 0.2 оттенок. Она у меня так давно, уже, наверное, третий год. И мне что-то подсказывает, что это ли это для нас последнее с ней. Но я не могу избавиться от этого оттенка. Я нигде не видела такого цвета. Насыщенная текстура. Если есть похожие, обязательно скидайте мне ссылочку. Я обязательно к ним присмотрюсь, потому что этому уже пора над покоем. Миниатюрка у меня от Just. Профлипстик оттенок 0.1. Это очень хорошая, стойкая, яркая, хорошо пигментированная, жидкая матовая помада. Она наносится тонким слоем, не плешивит, не высушивает губы в ноль. Но стойкость у нее колоссальная. Она очень много переживает и перекусов, и еды даже очень жирной. Если любите жидкие, стойкие матовые помады, ну или вам нужны они от профессионального бренда Just, присмотритесь. И такую, знаете, помадку я выбрала от Lancome. У них линейка Absolute Rouge. Он такой оттенок, самый-самый нюдовый, светленький. Есть в нем какие-то частички переливающиеся. Она у меня практически заканчивается, и мне бы по-хорошему пора уже от нее избавляться. Но она мне нравится. Мне нравится очень сильно, поэтому мне нужно ее допользовать в июле, чтобы потом было не жалко с ней расставаться. Приятная помада, которую нанес и побежал. Нанести можно вообще с закрытыми глазами. Карандашки тоже в июньской косметичке забыла вам показать. Здесь все-таки я вам покажу. Это от Bourjois. У меня Contour Edition в третьем оттенке. Красивый, яркий, насыщенный, мягкий. Такой вот прям гелевый. Я его наношу соло на все губы. Дальше Vivienne Sabo. 202 оттенок, как знаменитые вот эти карандашики. Тоже мне нравится оттенок. Коричневый, но с таким холодным потоном. И от Stellarys совсем уже все стерлось. Это у меня 0,7 оттенок. Это обычный нюдовый коричневый карандашик, который подойдет под многие помады. И с помощью него можно прекрасно чуть-чуть подарить себе миллиметр в подарок. Ну и последнее на сегодня. Куда без матирующего спрея в лето? Да и вообще это очень хороший такой вариант, знаете, соединить все слои. Особенно если у вас там пудра нанесена. Смотрится все намного-намного красивее. Тут приятный аромат и хорошее распыление. Спасибо, что посмотрели меня. Рассказывайте о ваших любимых продуктах в летнее время. Хорошего вам отдыха и приятного солнечного лета. Всем спасибо и до следующего видео. Пока!